КОГО И КАК БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ США ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИИ История с провокациями украинских властей в сторону РФ наглядно показывает, что они еще не готовы перейти к грань, за которой самоубийство. Да и Владимир Путин внятно сказал после Керченского инцидента, что любая военная провокация может привести к потере украинской государственности, как таковой. Но ведь и украинское правительство не от себя тяну гонит, есть у него свои кураторы. И кураторы держат украинское правительство за самое нежное место, за аффшоры. Потому хотят в Раде или нет, а конфликт с РФ будут пробовать развязать всеми доступными методами. Да, банальный страх не дает им пойти на прямую конфронтацию. Так, казалось бы, зачем используют такой ненадежный ресурс, как Украина? А другого просто нет. Среднеазиатские республики еще недостаточно накручены в русофобии. Прибалтийские тигры исчезают с лица планеты быстрее уссурийских тигров. Белоруссия, ну, батька хоть и мыслит, как колхозник, но все же прекрасно понимает, что без РФ его страну не то что раздавят, а даже трех дней не пройдет, как сам Лукашенко и вся его семья пойдут по стопам Чаушеску. Остается Украина. И, как ни крути, а уровень русофобии здесь самый зашкаливающий на данный момент. Информационной пропагандой некоторых людей довели до высшей степени истеричного поведения, при котором они готовы идти на самоубийственные миссии в духе керченской авантюры. И только грамотные действия российских пограничников спасли жизни украинским морякам. Толкать ВСУ в наступлении на Донбасс? Да, комнатные генералы могут, но исполнители, то есть сами солдаты и младшие офицеры, прекрасно понимают, что это будет концом их жизненного пути. И за что? За то, чтобы Порошенко продержался при власти, пока РФ не развалится? А если не развалится? А ведь пока и не особо собирается, несмотря на завывание пятой колонны, про теракты в Магнитогорске и про Курилы, которые, оказывается, уже отдали японцам. К счастью, японцы не читают русскоязычный телеграмм, а то уже чемодан испаковали бы. В общем, не получается зажить в десятках тысяч солдат ВСУ тот самоубийственный огонь истерии, которым горели моряки трех плавающих корыт, что пошли на провокацию в Керченском проливе. Причем настолько этого огня мало, что у нас гвардии и военные полиции разрешили стрелять в дезертиров на поражение. Это что? Повысить боевой дух должно? Как, на мой взгляд, совсем наоборот. Потом появляются сведения о подготовке теракта на своей территории, чтобы обвинить в этом республике и, соответственно, их гаранта Россию. Но, видимо, настолько не хотят ВСУ и СБУ воевать в реальных условиях, что информация о приготовлениях текла рекой в республиканский МГБ. Развернутая информационная кампания сорвала планы, пока что, об отношении теракта с применением химического оружия или на химическом производстве. Но у истинных хозяев Украины совершенно другие планы. Спасовать перед Россией в них не входит. Все, что можно было, с Украины уже ободрали, промышленность уничтожили, рейдерскими захватами церквей разграбили священные реликвии. Причем Варфоломей получил те иконы, на которые глаз положил, возможно, теперь Томас подпишут, как положено, а возможно и нет. Ведь все уже разграблено, так че переживать? Но остался последний пункт плана на Украину – война с РФ. А если и не война, то такая заварушка, которая оттянет очень много сил и специалистов на решение украинской проблемы. Оттянет также и финансы, которые и без того поют романцы, исходя из повышения НДС, пенсионного возраста и так далее. Санкции даром не проходят. Это все результаты санкций. Ну и, конечно, это результаты саботажа одних и некомпетентности других чиновников и российских олигархов. И вот теперь пошли сведения о переброске военным командованием США нескольких групп морских котиков на территорию Украины. Что бы там ни говорили про американскую армию, про то, что в бой без туалетной бумаги не идут и так далее, но все же их спецвойска на высоком уровне. Мало того, что это хорошо тренированные бойцы-диверсанты, так еще и оборудование у них очень неслабое по любым меркам. А в ВСУ такое даже на картинках не видели. Да, возможно, это часть контингента, который выводят из Сирии. Если бы не одно «но». Зачем в Сирии морские котики? Напрашивается вывод, что на Украину прибыли они с совершенно другой миссией. США прекрасно понимают, что Порошенко неуправляемый. Но, понимаете, делать правильные выводы – вещи разные. Тем более, как мы уже понимаем, в США не все так однозначно, как говорит Калифорнийка «Дочка в бою». Кто-то скажет – раздувайте конспирологию. А вот представьте, в Ливию прибывают русские группы «Вэмпел» и «Альфа». Вот и морские котики примерно тот же уровень. И такие отряды просто покушать украинский борщ не катаются. Какая работа может быть для спецназа водолазов из США? Да любая, связанная с подводными целями. А исходя из того, что высадились они в Одессе и сразу были переброшены на подконтрольную высоу часть Донбасса в акваторию Азовского моря, то выводов о назначении совсем немного. И самая впечатляющая цель – Крымский мост. Не уверен. Не уверен, что американцы лично будут участвовать в такой операции, потому как при проколе это уже не скандал международного уровня, это ультиматумы и разрыв дипсвязи РФ и США как минимум, а как максимум. Потому логичнее представить, что за зимний период, проведя анализ и осмотр местности, они будут обучать нескольких украинских самоубийц, как закладывать заряды под водой. Скорее всего, РФ контролирует все, что движется под водой и крупнее селедки. Но и американские спецы обладают различной техникой прикрытия. А если Крымскому мосту будет нанесен вред и пострадают люди, причем украинская сторона возьмет на себя ответственность, то вряд ли дело закончится выражением озабоченности. Определенные структуры США будут любой ценой втягивать РФ в военный конфликт. Причем не только с Украиной. Как недавно, со стороны Средней Азии тоже есть смысл ждать попыток вторжения. Да и внутри враг не дремлет, раскачивая ситуацию в информационном поле, доводя ее до истерики. Будет ли осуществлена попытка подрыва опор Крымского моста, не знаю. Но знаю одно. Ни один из украинских политиков не является самостоятельной или, сколь угодно, договороспособной фигурой. Пока при власти те, кто устроили вооруженные перевороты, гражданскую войну, попытки терактов, провокаций и так далее будут осуществляться регулярно. А может, цель не Крымский мост, а Азов? Об этом в следующих материалах. Сергей Лебедев, Ник Лохматый. Специально для Пик Информ из Новороссии. Кого и как будут использовать США для уничтожения России?